Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квесты Дейдрических Принцев, продолжаем охотиться на Дейдрические Артефакты. Мы находимся в подкаменной крепости Маркарта. Сегодня нашей целью будет квест на миры. Дейдрический Принц Разложения. Одно из самых отвратительных созданий, которые тут обожествляются. Собственно нам нужно проследовать, как это называется там, местному мору, зал мертвых и поговорить со жрецом Аркея. Если ты хочешь попасть в зал мертвых, то нет, тебе туда нельзя. Так почему нет? Я не могу об этом говорить, но не бойся, Ярл знает о нужде каждого. Скоро все снова смогут посещать мертвых. Убеждение. Ладно, я все равно советовал Ярлу нанять кого-то, чтобы решить эту проблему. Мы обнаружили, что некоторых мертвецов ели, плоть обгрызли, кости сломали, чтобы добраться до костного мозга. Мы пока никого там не поймали, будто оно знает, когда я там. Если докопаешься до сути, жрецы Аркея наградят тебя. Вот, возьми мой ключ и будь осторожнее. Но я пошел. Чеку в зале. Мы не знаем, что там творится. Не многие могут наугад вломиться в склеп, источая запах стали и крови, но не страха. Я чувствую в тебе голод. Он гложет тебя. Ты видишь мертвых, и твой рот наполняется слюной. Твой желудок ворчит. Не бойся этого. Я не стану чуждаться тебя за то, кто ты есть. Оставайся. Я расскажу тебе все, что твой разум давно забыл. Ну, расскажи мне, что забыл мой разум. Твой разум. Ты не можешь попробовать плотище в детстве, да? Не многие могут наугад вломиться в склеп. Несчастный случай, конечно. Источая запах стали и крови, но не страха. Подумаешь? Один укус. Что такого? Теперь все хорошо. У тебя есть подруга, которая тебя понимает. Он гложет тебя. И забудь о чувстве вины. Ты видишь мертвых, и твой рот наполняется слюной. Твой желудок ворчит. Многие из нас гонят память о первой трапезе. Не бойся. Слишком силен стыд. Но тебе не нужно больше склепить. Намира, госпожа разложения, принимает тебя. Я расскажу тебе все, что твой разум давно забыл. Этот квест лаганный, на самом деле. То есть, вы понимаете, да? Тут нужно зайти, походить, зайти, выйти, опять же, чтобы появился вот этот вот... Тебе ведь довелось попробовать плоть еще в детстве, да? Братик умер или сестренка? Несчастный случай, конечно. А потом пришел голод, любопытство. Подумаешь? Один укус. Один укус. Один укус, что такого? Теперь все хорошо. У тебя есть подруга, которая тебя понимает. Забудь о чувстве вины. Многие из нас гонят память о первой трапезе. Слишком силен стыд. Но тебе не нужно больше скрываться. Намира, госпожа разложения, принимает тебя. У нее есть место, где мы сможем утолить наш голод и не быть судимым. Ну, пошли похаваем. Что за место? Внутри утесной пещеры. Правда, не так давно мертвые пробудились ото сна, и мне пришлось бежать сюда. Давай встретимся там. Мы вместе пробьемся в объятья на миры. Но прежде скажи людям Маркарта, что их мертвых больше не побеспокоит. Нас ждет дело куда большего размаха. Невидимость. Теперь там безопасно. Спасибо. Немедленно откроем зал. Вот. Возьми мой амулет в награду. Спасибо. Храни тебя, Аркей. Сейчас мы направляемся в утесную пещеру. Собственно, вот она. Недалеко от Маркарта. Ее нужно зачистить от драугров, чем мы сейчас и займемся. Тогда квест. Вкус смерти. Отвратительный, на самом деле, как я уже говорил, дейдрический принц. Прямо аж тошнит. Но, это можно считать такой отсылкой к фоллауту, потому что там был перк, который позволял, собственно, есть людей, гулей и всю остальную дрянь. Хотя, по-моему, гулей нельзя было есть. Вот. Ну, я думаю, это все-таки отсылка именно к нему. Крика у меня пока еще нет, поэтому придется драться. По-другому. О, старейший дракон. О, старейший дракон. А вот это мне незнакомо. Интересно, каким это модом добавляется. А-а-а, все, я вспомнил. Это мод дом для игрока. А, ты, еб твою мать. Там можно просто в зале трофеев создавать куклы и различных существ. И для этого нужны сердца. Там даже мишку, по-моему, можно создать. Хотя, по-моему, нет. Нет. Ну, каких-то вот больших монстров это однозначно можно. Вот она. Утесная пещера. Вот и ты. Вот и я. Раугры внутри. Оскверняют святилища на миры. Ну, если это можно так сказать, то та-да-да. Тут у нас есть выбор. Мы можем попросить ее пойти с нами или подождать ее здесь. Тогда я подожду. Потом она может стать одним из наших напарников. Что ж. Утесная пещера, драугры. Обычная зачистка. Ничего сверхъестественного тут не будет. Но в любом случае... Нас тут встречают сразу военачальники. А военачальники это одни из сильнейших драугеров. Обязательным, кстати, для прохождения этого квеста является минимум шестой уровень. Не знаю, почему именно шестой, но... Твою мать! До свидания. Ах ты, блядь. Ну, нам в любом случае туда, куда бы мы сейчас не повернули, мы придем в одну и ту же комнату. А вот и я. Ничего интересного. Стандартное подземелье на самом деле светильник. Обходной путь уже открыт. Поэтому давайте драться. Не может быть. А я не помнил, чтобы он тут был. Мразь. Ну, это обычный жрец. Неименной. Поэтому проблем с ним не должно возникнуть. Вот, собственно, алтарь. Теперь давайте дождемся нашу спутницу. Пока я ждал эту сволочь, которая там идет очень и очень медленно, я решил полутаться и попалась мне на глаза интересная книжка. Я ее читал ранее и вспомнил одну историю из лора. Собственно, врата Обливиана. Тут рассказывается про природу врат и про сам Обливиан. Этот мир был создан богами. Богов в этом мире называют Аэдра. Собственно, мир этот был назван Мундус, если я не ошибаюсь. И он находится, как бы, в центре всего. Сейчас постараюсь объяснить. Представьте себе ядро. И ядро мира это, собственно, Мундус. Это все эти континенты, все эти страны, такие как Тамр-Лель, Скайрим, Ривер, как его, блин, сейчас, забыл. А, Хайрак, ну и остальные. Собственно, над ним является Обливиан. То есть ночью это не небо, тьма. Это, собственно, Обливиан, который покрывает полностью всю Землю, весь Мундус. А звезды это порталы, собственно, измерения Аэдра. Аэдра это боги, которые следят за равновесием. Даэдра это тоже определенного рода боги, которые, ну, как вы знаете, есть разные. Которые стремятся напрямую навредить человеку или, ну, или остальным расам. Или как-то им помогают. Или просто веселятся. Ну, такое бывает, да. Вот, например, Шагарат. Это совершенно противоречивая постать во вселенной всего Элдер-Скроллса. Но есть и такие абсолютно злые, как Мерунас Дагон, Принц Разрушения. Который, как вы знаете, в четвертой части был главным антагонистом. То есть, вот такие вот. Есть еще такие, как Азура, например, которая старается не вмешиваться. То есть, ее считают более-менее таким еще сносно добрым Дайэдра. И есть такая, как Меридия. Меридию называют по-разному. Собственно, звезда Меридии, если кто помнит. Ее называют по-разному из-за того, что она может быть как Дайдра, так и Аэдра. Она напрямую, она является Принцем или Богом Света. И творит только добро. То есть, вот в таком плане. Но из-за ее, в принципе, наклонностей, как в том же квесте, убей того, кто осквернил мой храм и всех, кто пришел вместе с ним. То есть, тоже довольно противоречивый персонаж, хотя и считается, что она может быть и Аэдрой. Вот такая вот история. Храм снова в нашем распоряжении. Теперь мы устроим великий пир, дабы приветствовать тебя в культе на миры. Тебе выпала честь добыть к столу свежий труп в качестве основного блюда. Я даже знаю подходящую жертву. Кто? Жрец, пропитанный вкусом легкой жизни. Брат Верелий из Маркарта. Дай ему это золото. Скажи, что тебе нужна помощь Аркея, чтобы отыскать клад в старой пещере. И когда он предстанет перед нами, она о нем позаботится. Привет от меня, Верелию. Ну что ж. Отправляемся обратно в Маркарт. За братом Верелием. Финишная прямая этого квеста. Его мы находим в зале мертвых. Да, твою мать. Помолимся Аркею, путечимся от всех болезней. Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? В странствиях мне бы пригодился спутник-жрец. Ты ищешь защиту Аркея и бы хочешь спуститься в старую гробницу, верно? Ну да. Долг не позволяет мне покидать Маркарт. Боюсь, я не смогу тебе помочь. Сможешь, сможешь. Там есть сокровища. Значит, ты ищешь клад. Думаю, Ярл не будет против, если я отлучусь ненадолго. Види? Ну пойдем. Возвращаемся обратно в ту же пещеру. Сюда, сюда. Тут есть сокровища. Ну да, если я пока еще не все вымел, то может быть что-то еще есть. Эй, жрец. Быстрее. А тут уже наверняка все слюнявчики поодевали. В ожидании хавчика. О, смотрю, уже кровушки стало побольше. Привет, пацаны. Настоящее пир. Кто? Кто ты? Что происходит? Жреца Аркея. Я твой друг. Он вообще жрец. Жрец. Да. Я твой друг. И я пригласила тебя на обед. Меня пригласили на обед. Я так голоден. Может быть ты приляжешь и отдохнешь, пока мы готовим еду? Мне нужно прилечь. Я всего лишь муточку. Нас ждет настоящий пир. Пойдем со мной. Наш пир вот-вот начнется. Блюдо на столе на миры. Не отказывай себе. Режь. Он так мило выглядит. Не отказывай себе. Откуси кусочек. Давайте откусим кусочек. Чадо, я Намира, госпожа разложения. Вкусив кровь и желчь слуги Аркея, ты получаешь мое благословение. Я дару тебе свое кольцо. Носи его гордо. И вкушая плоть мертвых, ты будешь получать часть моей силы. Благодарю, моя госпожа. Возрадуйся в своем уродстве, мое новое чадо. Когда я узнала, что ты в зале мертвых, я поняла, что у тебя особая судьба. А вот и ты. Чадо Намиры. Хранитель кольца. Все, на что я надеялась, сбылось. Спасибо. Ты чтишь нас своим присутствием. Можешь познакомиться со своими новыми собратьями. Но с ними, как правило, можно только пообщаться. Поэтому, собственно, квест можно считать выполненным. Еще один Дейдрический принт. Мы с ним уже познакомились. Это была Намира. Вот, собственно, ее кольцо. Увеличивает запас сил на 50 единиц. Пожирая трупы, вы повышаете свой уровень здоровья и скорость восстановления здоровья. Вот такое вот колечко. Отвратительно. На самом деле, это было отвратительно. Было пройдено испытание Намиры. Мы получили ее кольцо. Еще один Дейдрический артефакт. Прошли квест Кус Смерти. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Оставайтесь на канале, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok